Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии понедельника. Мы снова после выходных на финансовых площадках и, разумеется, как и всегда, продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях. Сегодня в 16.30 по московскому времени пройдет традиционный вебинар, где мы разберем основные тенденции, сложившиеся из-за вируса, посмотрим на отчеты, которые впереди, разберемся с действиями центральных банков будущими, Ну и попробуем, друзья, спрогнозировать вместе, вместе, это ключевое слово, потому что я очень жду коммуникации, опять же, взаимного характера с вами и жду, что вы также можете предложить свою точку зрения того, что на площадках происходит. В общем, на вебинаре увидимся сегодня в 16.30, а сейчас давайте как бы перед ним попробуем крупными мазками разобрать ситуацию пятницы. Что у нас на рынке черного золота? Нефтянка, лоу по бренду 48.92, друзья, сейчас откатили 51.25. Знаю и помню по комментариям, что многие из вас держали бренд до отметки 50 долларов за баррель, кто-то обозначал даже цели пониже. Вы большие молодцы, друзья, потому что нефть действительно улетела так низко, как вам было нужно. Я, в принципе, также присоединялся к такой позиции, такому видению рынка, но все-таки покинул расположение этого актива чуть пораньше. Поэтому, если вы смогли выжать из нефтянки больше, получить экстра прибыль, благодарите только себя. Сейчас по нефти вижу возможности для коррекции, но это не значит то, что нужно пробовать урвать и локальное восстановление. Все-таки фундаментальный фонд, друзья, остается прежний. Мы, как и раньше, говорим о том, что вирус будет оказывать негативное воздействие на мировую экономику и, соответственно, на спрос на углеводороды. Китай – это основной потребитель сырья. Экономический спад там зафиксирован катастрофически. И действительно, то, что происходит на мировых фондовых рынках, это сравнимо с обвалом 2008 года, когда он начался на американском фондовом рынке после краха Lehman Brothers. Сейчас ситуация повторяется, и поскольку, наверное, самое важное то, что до сих пор вирус не удается локализовать. И мы никак не можем узнать, насколько вот это падение может уйти далеко, где оно закончится, где покупатели перехватят инициативу. Сейчас мы констатируем то, что есть. На рынке преобладают панические настроения, нервозность, поскольку прецедентов такого рода еще не было. Ранее мы сравнивали. Коронавирус с атипичным пониманием 2003 года, но еще, мне кажется, две недели назад уже по показателям негативного воздействия по степени проникновения этого вируса, в том числе и графического по количеству заболевших, пришли к поводу, что он в разы его превзошел. Сейчас есть опасения за слабость мирового экономического роста. И до тех пор, друзья, пока они сохраняются, конечно же, под ударом будет оставаться рынок нефти. На этой неделе заседание ОПЕК в конце, собственно, мы будем ориентироваться на решения, которые будут приняты представителями ближневосточного картеля. Оптимисты считают то, что страны ОПЕК смогут договориться о дополнительном сокращении на 600 тысяч баррелей. Я отношусь к пессимистам, считаю, что без России этого сокращения не будет. А если показатель доп. снижения окажется ниже, то вообще никакого воздействия на нефтянку, в принципе, оно не будет иметь. Сейчас рынок устанавливается. Друзья, знаете, с чем это может быть связано? Буквально вот только что перед брифингом увидел в заметке Financial Times о том, что Саудовская Аравия выступила с инициативой дополнительного снижения добычи в ходе предстоящей встречи на 1 миллион. Я сомневаюсь, что удастся согласовать такое сокращение производства, поскольку даже с Россией мы, в принципе, не рассчитывали на 600 тысяч баррелей. Поэтому мне кажется, что этот показатель взят с потолка, не нужно сейчас закладывать его в основу будущих решений. Лучше придерживаться прежнего подхода, который предполагает, что усилия ОПЕК без России будут бесполезными и абсолютно нейтральными для того, что произойдет с котировками дальше. Хедж-фонды, друзья, также не верят в нефтянку. Сокращают длинные позиции уже третью неделю подряд. Сейчас это минимальная позиция за последние 4 месяца, то есть фактически можно сказать, что делается акцент на СЭЛ. Поэтому, как уже было отмечено, я предлагаю сделку СЭЛ-лимит с уровня 53.20. Это сделка с расчетом на последующее снижение после локального отката. Повторюсь, друзья, ситуация вокруг вируса становится все хуже и хуже. Всемирная организация здравоохранения в пятницу повысила мировой уровень угрозы и опасности с высокого до очень высокого. Доллар иена 108.14. Здесь мы также большие молодцы, поскольку вовремя перевернулись. Сейчас зарабатываем на снижение доллара. Доллар снижается, очевидно, вдоль всего широкого рынка, поскольку участники рынка закладываются под возможность снижения процентной ставки, может быть, даже уже по итогам этого месяца. На данный момент вероятность того, что в марте ставку снизить составляет 55%, я не вижу причин, чтобы не закладываться под такое решение, поскольку уже очевидно, что вирус, проник на территорию США, и Трамп, несмотря на его пылку, речь не смог успокоить общественность. Думаю, что вирус будет активно распространяться и в Штатах, и впоследствии это приведет к еще большему снижению доходности американских трежерис, который снизит привлекательность американского доллара. Статистика, к ней некоторые вопросы также есть, друзья, но все-таки сейчас, наверное, неправильно полагаться на статистику. Даже вот впереди non-farm peril, вроде бы как важный отчет, но с тенденциями он не будет иметь ничего общего, потому что это отчет, который покажет о состоянии сектора еще до того, как вирус стал активно влиять на него. Поэтому к non-farm peril мы, наверное, вернемся только лишь по итогам апреля, когда в апреле будем говорить о мартовских показателях. По доллару и иене рекомендую ставить на дальнейшее снижение, ориентироваться на тест поддержки в районе 107. Евро против доллара 1.10.45 на слабости доллара европейская валюта выросла и сейчас оказалось на тех самых уровнях, которые ранее, до того, как мы начали активно продавать евро, были очень комфортными для продаж. Откуда бы вы не открыли короткие позиции с диапазона 1.10-1.12, друзья, это будет блестящая сделка, которая принесет вам хороший профит. Я продаю евро уже больше года, кстати, очень неплохо удалось заработать на свопах, но я думаю, что держать я позицию буду еще дольше, поскольку верю, что пара евро-доллар окажется ниже уровня 1.08. Фунт против доллара 1.28.28 мы, друзья, сделали и по фунту нашу цель, поскольку минимум был на отметке 1.27.20, то есть мы ориентировались на профит, на поддержке 1.28. Я считаю, что фунт также останется под давлением, поскольку сегодня стартуют переговоры с ЕС, позиция по стандартам торговли ЕС довольно жесткая, Джонсон также не хочет идти на уступки, интересно будет послушать, как будут продвигаться дальше переговоры, но я думаю, что не будет сделки, друзья, в рамках 2020 года, и, соответственно, скорее всего мы будем говорить о жестких условиях расставания. Австралии с против доллара 0.65.19. Уверен, что завтра ставку, скорее всего, снизит, но сейчас я не предлагаю вам торговать австралийцем, друзья. Сейчас, поскольку мы также сделали цели по этому дуэту активов, я предлагаю дождаться реакции рынка на завтрашнее решение по процентной ставке и после этого заходить, собственно, в сделку. То есть на брифингах мы подведем с вами итоги того, какая будет процентная ставка, изменилась ли она, какие будут справедливые заявления, я дам вам как раз идею, как торговать. Доллар канадец 1.3342. Друзья, здесь на фоне слабых данных по темпам экономического роста, которые мы получили в пятницу, конечно же, возросла вероятность того, что Банк Канады также понизит процентную ставку, возможно, даже уже на этой неделе в среду. Но мы достигли нашего целевого ориентира на отметке 1.34. Сейчас пара откатывает 1.3342. Я думаю, что если нам удастся снова вернуться к поддержке 1.33, можно будет снова покупать. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.